МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Короткошерстный персидский кот по кличке Зет Стоун Рич охотно позирует на камеру. За два года жизни он стал участником более 40 выставок, так что внимания сотен и даже тысяч людей его нисколько не смущает. Хозяйка кота Наталья признается, медали и кубки уже ставить некуда. Чтобы Рич, так его называют дома, всегда был в форме, она дает ему специальный корм и следит за физической нагрузкой питомца. Несмотря на множество наград, в очередной победе Рича Наталья сомневается. Говорит, нынче персы не в моде. Есть определенные тенденции моды, так же, как везде. Просто, как сказать, к сожалению, вот наша порода в нашей стране сейчас уже не пользуется таким спросом, как она была там, ну, несколько лет назад. На выставке «Инфокод» представлено около полусотни различных пород. Каждый стенд оформлен под стать кошке. Русская голубая лежит на фоне царских палат. Американская короткошерстная, как будто в кабинете шерифа полиции. Заводчики рассказывают посетителям историю той или иной породы и разрешают погладить животных. Обалденный! Возмущается, но не вырывается. Хорош, меры нет. Можно погладиться? Можно, можно. Я очень, как моя лосточка. У меня не такая красота. Этот большой рыжий кот по кличке Герберт Элит Гарсия для нашорстно-британец. В его родословной множество победителей кошачьих выставок. А рыжий окрас – особый бонус, за который владелице пришлось и раскошелиться. Средняя стоимость породистой кошки – 30 тысяч рублей. В зависимости от окраса, родословной и решения хозяина разводить потомство, цена может вырасти в три раза. Одной из самых дорогих пород сегодня считается тогер. Селекционеры создали кошку, которая внешне похожа на тигра, только очень ласковая. В России они появились всего пять лет назад. Это эксклюзивная порода. В мире всего порядка 30 питомников, занимающихся этой породой. Ценовая политика у нас в России состоит от 40 до 120-150 тысяч. Все зависит от породных качеств. Породные качества – это то, что оценивают судьи, когда животное попадает к ним на его счету 100 баллов. За каждое несоответствие эталону породы, допустим, недостаточно короткий нос у персидского кота, баллы вычитаются. И так рассчитываются все параметры – уши, лапы, хвост, окрас. Приглашенные из США жюри высоко оценили старания российских заводчиков. Идеальные уши, тело, морда. Я впервые видела так много кошек, которым можно поставить высокие оценки. К примеру, турецкая ангора. Я в восторге. Я поставила ей 100 баллов. Чтобы стать победителем своей номинации, животное должно угодить четырем судьям. Среди первых призеров оказался кот ориентальной породы. Худой и короткошерстный он не очень уверенно смотрится на фоне мейн-куна, на которого, как уверяют заводчики, сейчас особенно завышенный спрос. Ведь большие коты теперь в моде. Впрочем, размер не имеет значения для хозяев. Свой домашний любимец всегда самый красивый. Наталья Михашова, Михаил Пудовкин, Life News. Уши, лапы, хвост. Вот мои документы, как говорил кот Матроскин из популярного мультфильма. Но эти части тела для паспорта кота с родословной слишком абстрактны. Более того, породу пушистого или бесшерстного четвероногого друга иногда сложно определить. Фелинологи до сих пор не пришли к единому мнению, сколько же в мире пород кошек. Ну а сегодня в нашей студии самый яркий, необычный представитель кошачьего племени, родовитый, но в прямом эфире утро гость нашей студии Влада Биныня, эксперт-фелинолог и не одна, а со своим любимцем, питомцем. Влада, доброе утро. Доброе утро. Подпевал мне здесь, подмяукивал. Да-да-да, я думаю, он будет вмешиваться в разговор. Представьте вашего любимца, питомца. Официальная кличка очень сложная и долгая. Вистариан Тейл Сакура Сторм. А дома Симба. Симба. Участвовали в выставке? Участвовали. Очень он недоволен этим фактом. С неохотой не любит такие мероприятия? Нет, он нет. Он очень свободолюбивый, а там все-таки это режимное мероприятие. Встал, пошел, сел в клеточку. Не для него. Ну и давайте уж параметры. Все-таки сколько весит ваш питомец? Потому что у меня сразу вопрос, не съест ли он внушительных размеров. Порода достаточно крупная. Не должен съесть. То есть культурное разведение, то, что мы дома делаем, это заключается в том, чтобы выводить из популяции агрессивных животных. То есть какой бы он ни был огромный, красивый, и так далее, наступает момент, когда животному надо дать таблеточку, когда какое-то насилие над ним нужно. И представляете, это будет 12 неуправляемых килограмм. Вот как вот... Он 12-килограммовый котик. Он 12-килограммовый, да, с хорошими зубками, очень впечатляющими. То есть селекция – это не только красота, это нам жить с ними. И мы работаем над тем, чтобы нам было комфортно с ними жить. А расскажите о породе. Самая большая порода домашних кошек. Да, то есть мы не говорим о миксах с дикими. То есть о том, что вот классика признана – это самая большая порода домашних кошек. По размерам. По размерам, да, по весу и так далее. Характер, в принципе, абсолютно божественный. Конкретно Симба не очень правильный представитель своей породы, потому что тут очень зашкаливающее свободолюбие. То есть это он решает, когда он куда пойдет и так далее. Если бы был вот тот обещанный день после выставки, я бы, может быть, его сыночку бы взяла, который бы тут колбасой лежал, его хоть за хвост вешает. То есть это более классический представитель породы. Но несмотря на свои размеры, они достаточно дружелюбные. Они очень дружелюбные. Чтобы вырасти, питание-то какое должно быть? Соответственно, больше, чем... И хорошее, и много. Конечно, много. Это не свежий воздух, это, конечно, хорошее качественное питание и много. А много – это сколько? Сколько он, в отличие от обычного кота, ест? Ну, вот сколько он больше весит, пропорционально столько и съедает. То есть и в размерах, и два, и три раза больше. А что любит? Сколько всего покупаете? Это же, наверное, свежий корм? Нет, это вот в основном базовое. Это все-таки сухое питание, да? Потому что это уже до нас додумали, вот все сбалансировали, все хорошо. Это не обязывает хозяина в определенный час быть дома. То есть это все-таки всегда стоит сухой корм. Кот всегда сыт, доволен, да? То есть и не так нервно ждет хозяина домой. Дальше наступает уже вот как бы лакомство. Вот всякие мясные смеси, вот уже можно изгаляться в консервах. Вот себе такой вот фуограф в первую очередь предлагается вот котику полизать, а потом уже что останется уже сами. Съедобно или нет? Проверяйте. Ой, съедобно. Что больше всего он любит? Вот как-то вот этим летом он объявил себя откровенным мясоедом. Вот четыре года он как-то был более таким... Хищник проснулся. Вот этот фермерский кот из Америки. Я не вижу никакого енота, честно говоря. Нет, вы знаете, когда он был бы дикого окраса, да? Вот такой вот шерсть до земли, вот хмурый взгляд. То есть четко понимаю, что да-да-да, он на ферме наверняка там кого-то ловит. Вот слишком много лет мы выводили и окрасы, и все, конечно, стал более уже такой вот... Богемная порода уже, конечно, да. Не верю, что выживет он в лесу. Во-первых, хочет общаться. Вот, то есть его в лесу не потеряешь, потому что он просто следом ходит, да? Вот, абсолютная доброта. Вот, да, они меня сейчас вот как билетом на дачу каких-то мышек ловят, но это такое вот на уровне первоклашки вот природоведение, да? Вот что это у нас тут бегает? Ну, сказать, что они пропитаются этим нет, конечно. Конечно. Это уже очень давно домашняя кошка. Это уже очень далеко от фермерства. Ну, несмотря на то, что все-таки здесь порода, не каждый кот породистый может участвовать, как я понимаю, в выставке. Участвовать может каждый. Победить не каждый. Победить не каждый. Есть основные требования каковы? Да, да. Немного просветить нас. Так вроде смотришь, все красиво, но это на первый взгляд. Очень длинное тело. То есть я не уверена, что он здесь как-то так вот правильно сидит, да? Ну, вот это длинное тело, да? Это очень длинное тело. Это длинное тело. Это высокие ноги, это мощный костяк, да? Вот, потому что, конечно же, на 12 килограмм на тонких ножках как же он уйдет, да? Это длинная, наполненная, выраженная морда. Это большие уши. Ну, они сейчас в очень правильной такой пропорции к голове, да? Ну, если смотреть нормального, среднестатистического кота, уши здесь больше. И высокий постав ушей. Ну, это вот то, что на обывателя. Вот то, что вот первое. И страшный длинный хвост. Кстати, он сейчас им так активно... Он был не очень доволен тем, что я вот сейчас его тут растягивала и показывала. Это недовольство выражать. Да, это было недовольство, да. Ему обещали, что будет два дня выставки, а дальше будет свобода. Наступил понедельник, свобода не наступила. Вот он слегка недоволен. Потомство уже имеете? Есть, 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 есть. В основном доченьки. Как-то вот он взял разом, поженился на всех моих кошках, но родил одних дочек. Ну, это еще больше для вас, как для филинолога. Ой, не знаю, не знаю. 15 девочек сразу, вот, причем в течение недели, вот как-то он так... Ну, что, решил повеселить вас, чтобы вам скучно не было? Да, да, да. Ну, не было скучно, не было скучно. Вообще, Влада, вопрос о новой породе кошачьих. Почему постоянно появляются все новые и новые диковинные коты? Это мода или же, ну, казалось бы, сколько вообще? Вот пород кошек до сих пор никто не знает, ученые пока не входят. Они, просто, я думаю, ученые не догоняют. Совсем честно, да, то есть я как вот профессионал, то есть я в меньшей степени заводчик, чем я судья, чем я вот как бы вот этим занимаюсь. То есть, в моем понимании, это все коммерция. Увы, это жажда денег. Это жажда вот покорить рынок чем-то новым, потому что никто ничего не находит в кустах и не определяет породу. Берутся существующие породы, делаются миксы, очень часто абсолютно недопустимые, наносящие ущербы здоровью животного. Да, вот, в принципе, глобально в Европе, например, запрещены породы кошек с двойной мутацией. То есть, вот как бы, есть мутация вот в виде вот закругленных ушек, есть, например, мутация там в виде коротких ножек, есть мутация в виде отсутствия шерсти. Вот. И когда это в одном животном, несколько видов. Да, это же все влечет в последствия для здоровья. Этого делать не надо. И все вот эти новопоявляющиеся породы, это, ну, честно скажу, для меня это жажда денег. Вот. И никаких других ответов. А кто диктует вот эту моду на все новых и новых кошек? Кто-то это делает, а дальше это уже искусство пиара. Вот. Есть же талантливые люди, которые вот умеют в три секунды объяснить рынку, что это прямо то, что ждало человечество. А кто сейчас сверхпопулярен? Какие породы? Кто в тренде? У нас в стране или в мире? У нас в стране и вообще по отношению к трендецинерам? У нас в стране как бы с поправкой на то, что мы все-таки в основном живем в квартирах, вот, не на ранчо и так далее. И это наши члены семьи, которые ходят среди нас. У нас менее популярны дикие животные, да, то есть как бы миксы вот с дикими вот кошками, потому что с ними действительно реально трудно жить в квартире. На данный момент это мейн-куны. Для тех, кто хочет более, как бы, такой равновешенный темперамент, это шотландские кошки, да, вот, веслоухие. Уже на сходе у нас как бы вниз идет зашкаливающая популярность британских короткошерстных, которая была вот несколько лет назад прямо у нас. Все было британское, да, вот. Вот, ну, на самом деле вот это многообразие пород, которые сейчас в доступе, она позволяет человеку найти свою кошку. Это же, ну, это же, внешний вид, это одна минута, а дальше вы начинаете общаться. А характер-то разный, то есть мы все разные, кошки все разные, надо найти свою. И вот это многообразие, которое у нас сейчас есть, можно найти свою, и это очень здорово. У нас слишком много лет, кошке тоже это было такое составляющее рынка, да, вот, рынок диктовал, что у нас там одна порода вот рулит, и чуть-чуть-чуть-чуть вот каких-то остальных, которые были никому не видны. Ну, и будущий хозяин готов выложить достаточно кругленькую сумму за своего питомца, насколько я понимаю. Да. И это тоже, кстати, нюанс фактически нашей страны, потому что, да, у нас, можно сказать, очень хочется котика, но еще машину надо было обновить. Гори, она машина, да, у нас котик, да. Это очень интересно, кстати говоря, вот на Западе где-то вот слушать, вот, я очень хочу этого кота, но я вот почистил, посчитал, 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 то у меня еще вот там вот то-то, 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 ммм, года через три. У нас все отложится, стройка дачи, покупка машины. Это все по-нашему, Владимир. Да, это по-нашему, это широта души, да-да-да. Спасибо за то, что вы этим утром были у нас в гостях, спасибо вам, вашему питомцу. Я напоминаю, что в студии LifeNews была Влада Биныня, эксперт-фелинолог и также ее питомец. Хорошего вам настроения, мы продолжаем, дальше будет еще интереснее. Спасибо. 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 Спасибо.